В храме Казанской иконы Божьей Матери села Молоково, который в 2013 году отмечал свое 200-летие, 11 июля состоялось знаменательное событие. На строящейся колокольню с приходским домом был поднят купол. До колокольного звона, который когда-то разливался по округе, еще пока далеко, но главное, что он будет. Территория храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Молоково небольшая, да и сам храм маленький. Колокольни, как таковой, тоже не было. У таких храмов обычно надвратная колокольня, над притвором. Но у нас стоял же здесь второй храм, храм апостола Иоанна Богослова, деревянный. И он стоял до конца 70-х годов, он сгорел потом. И при этом храме была каменная колокольня. Но, к сожалению, они до нашего времени уже не дошли. Есть фотографии, где видно эту колокольню. Мы постарались образ этой колокольни отчасти повторить нашим. Священнослужителями храма было принято решение объединить новую колокольню с приходским домом, который наполовину уже функционирует. Здесь оборудована трапезная, классы для воскресной школы, маленький зал для спортивных занятий. Мы ютились до этого в двух строительных вагончиках. Сначала проводили просто в здании храма, в самом храме. Очень неудобно. Потом ютились в вагончиках, там тесно и душно. Под колокольней же будет отдельный храм для проведения таинства крещения. Я надеюсь, мы к концу сезона все-таки уже заселим все помещения и начнем полноценно. Ну, скажем так, осенью ждем, что воскресная школа здесь уже начнет активно заниматься. Ну и все остальные мероприятия тоже будут. Одно из главных торжественных моментов обновления храма произошло в четверг 10 июля. После освящения и молитв на новую колокольню был поднят купол. У нас теперь будет здание для воскресной школы, место будет. Будет место для трапезной. Надеемся, что будет хорошая колокольня настоящая. Нам предстоит еще колокола приобретать и устанавливать. Тоже праздник будет большой. Данное мероприятие сегодняшнее, оно, безусловно, отражается благоприятно на населении Молокова и всех окрестных деревень поселения. В чем это заключается? В том, что теперь любые праздники, любые воскресные дела, они будут, соответственно, с колокольным звоном у нас. Это плюс. Медный купол изготовлен в городе Волгодонске. Что же касается колоколов, то это пока дело времени. Людмила Медведева и я, Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.